Я не пошел, и он мне что-то говорит, а второй, ну, собственно говоря, членовредительством изволил заняться, да покусился, в общем, дал мне в тыкву, а я-то... Дети, привет! Учитесь хорошо в школе, а то будете работать царем. Я же еще не накопил на трешку в центре, не напетрил. Царь вас не забудет. Жалую вам чин государевой винолейки. Петр Алексеевич, как сказал, сам завез. Сам возил, сам внедрял, сам сред население русского распространять изволю, сам и потреблять изволю. Сие зелья бесовское, заморское, табаком именуемое. Подержи эту штучку, я сейчас для тебя стану еще красивее. Да, она волшебная. Кто царевой трости коснется, кто заберемен. Да, слушай, охаживал, да, охаживал. Это ты на заказ делал или как? Конечно, на заказ, да. Ой, сейчас ты наш микрофончик. Немножко там будут шорохи, но ничего страшного. Слушай, давай его прикрепим к жабо ему. К жабо? Знаешь, из чего он сшит? Из чего? Трусики фанаток. Трусики фанаток? Садя по кружевам фанатке. Вестники разлуки, цветозапоздалой утренней звезды. Утренней звезды. Зачем я ему нужен? Он стал хорошо говорить. Нет. Ты будешь меня подавлять? Ты будешь доминировать? Как я могу доминировать над создателем города нашего? Ты будешь... Нет, херня какая-то, Петр Алексеевич. Хочешь я буду делать тебя, мой господин? Петр Алексеевич, мы что-то тут немножко намудрили с модой и с вашей. Нахер ты это жабо прицепил? Ладно, нормально, все оставь. С ним я красивый, у меня и на трусиках такие кружевые. У тебя и на трусиках кружевают. Ну смотри... Не тот формат. Тебя вообще, вот насколько... Во-первых, представим, это самый настоящий Петр Первый. Вот те, которые вот тут ходят по дворцовым площадям, по всяким там, вокруг Спаса на Крови. Это все вот из прислания нам Жада Паганова из Колена Данова. А настоящий, вот он. Самый, что ни на есть. Натуральный. Дай, я тебя поцелую. Ой, нет. Вчера из Голландии прибыл. Сия забава да потеха зело. Ох, зело, Катар Алексеевич, был я в Амстердаме-то в Поганом и видел-то этих девок-то непотребных, видел там. А помнишь ли, как я три столетия назад, даже уж более, в конце века, с 17-го избыло туда отправляться? А чем я там занимался? Строил там чего-то. Вот именно. Не по техам да забавам предавался досужим, не по улицам всем известным хаживал, а не жалея живота своего до иных чересил. Дело корабельное да судостроительное постигать изволял. А потом приезжал в Россию. Что Петр Первый из Амстердама привозил в Россию? Грех. Сатанинский грех он, прежде всего, перевелся. С каких пор эти венерические заболевания называются сатанинский грех, прости господи. Они названы в честь богини древнегреческой. Я привозил с собой знания. Да. Знания. Точно. Три-четыре пакета знаний обычно привозил с собой. Ну, во-первых, представимся, да, как тебя зовут? Меня зовут Леонид, но можно просто царь. Можно просто царь, да. Тебе мелочь, а меня это немного заведет. Да, хорошо. Скажи, пожалуйста, Леонид, Ваше Величество, когда вы почувствовали, что вот это оно, это ваше? Я почувствовал это тогда, когда со мной это случилось в первый раз. Я первый раз всегда самый жесткий, конечно, но не могли бы вы рассказать, как это? У меня он был аккуратным, но неожиданным. Да? Да. Как у девочек. Сука. Я не готовился, что есть, то есть. Хорошо, ладно, давай прогуляемся. Ну, хорошо, когда ты первый раз вот вошел в образ Петра первого? Я прекрасно помню этот солнечный летний день. Это был, по-моему, июнь, прекрасно помню, июнь восьмого года. Ну, то есть, можешь легко посчитать, что на панели я уже лет тринадцать-двенадцать, вот. Слушай, ну, в отличие от всех вот этих вот Петров, которые там сфотографируемся за адские деньги, ты же у нас на самом деле, в общем-то, медийная персона, ты у нас рассказываешь про погоду, да, на неком... Неком канале. На неком канале, да. Да можем назвать, господи, что нам? Там вокруг, мы так прогуляемся чуть-чуть сначала. То есть, ты изначально же на самом деле кто это? Журналист, да, или как? Слушай, ну, специфика моей личности и профессиональной деятельности как раз заключается в том, что я не заканчивал никаких профильных учебных заведений, никакого творческого образования у меня нет, а вот я, так сказать, извините за высокий слог, а актерствую, да, но при этом я не заканчивал ни театральное, ни даже институт культуры, вот. Да, у меня есть деятельность в телеке, в ящике, да, но я не заканчивал ни журфак, ничего подобного. Все в моей жизни в плане профессии, а может быть не только, складывается случайно, вот. Так сказать, попробовал, понравилось, не стал отказываться. Чуть не въехали у вас. Почему ты ее потрогала? Давай, давай, второй, давай, следующую я. Понимаете, Петр Алексеевич, иногда не надо щелкать клюв, хотя мне ли вам об этом говорить? О да, о да. Ну, я иногда можно перепоручить какие-то, так сказать, миссии, функции верным своим гвардейцам. С чего все начиналось? Ты как бы, вот, как ты, Балан? Я расскажу про первый раз. Да, расскажи про первый раз. Я про него много раз рассказывал. Ничего страшного. Еще раз расскажу. На то он и первый раз. Где-то в 2008 году я, летом 2008 года я работал на очередной своей работе, да. Вот, это была какая-то там 15-я или 16-я должность моя. И, естественно, все было связано с неквалифицированным трудом, коим всем и понаехавшие на Бриганевы любим заниматься. Вот, я точно помню, что я работал на реставрации, на строительстве тире реставрации, какого-то мансарду мы делали, в общем, на углу Суворовского проспекта и 8-й Советской улицы. Мы работали вместе с парнем, который меня туда устроил. Его Леша зовут. Большой мой привет. Нет, если он входит в ту десятку зрителей, которые посмотрят это видео. Но, но, но. Мы, конечно, не Юрий Дудь, но, знаешь, все-таки. Да. Вот, мы, собственно говоря, я жил в общежитии вот с ребятами, в хорошем смысле слова. И он был со мной, вот он мне предложил поработать там. До этого я мыл окна в торговый центр, до этого я работал официантом, потом пекарем, потом грузчиком, потом дворником, вот, и можно продолжать. Да, вот, собственно говоря, в какой-то момент ему позвонили, и он заработал нужное количество денег, чтобы уехать к маме в Нижний Тагил. Вот, и благополучно эту миссию осуществил. Вот, и вот он едет в поезде, сомнительно заработал, да? Едет в поезде, и ему звонит девочка, которая работает царицей, как бы это ни звучало, работала тогда. Говорит, выходи, пожалуйста, поработать. Потому что сезон в разгаре, деньги, или, как говорили у нас в 18 веке, бабки не хочется терять. Вот. А он говорит, а я все уже, я еду в Нижний Тагил к маме рыбачить и кушать пирожки. Но у меня есть знакомый, правда он деревянный, и у него очень короткая стрижка. А я деревянный в плане того, что я был очень скромный, застенчивый, скованный, да, ну до первого раза. Ты же меня понимаешь. И вот, но, собственно говоря, да, естественно, у меня никогда не было вот этого всего, да? Вот этих прекрасных кудрей. На спине то же самое, кстати. И вот, все, мне позвонили, позвали, дали мне костюм, дали мне сапоги какие-то, которые были на три размера меньше. Я помню, я ходил вот так вот весь день. Дали парик. И, слушай, мне очень понравилось. Ты стоишь в центре прекрасного города, в хорошую, классную погоду. К тебе подходят туристы, простите, туристки, говорят, что ты классный. А 13 лет назад я был еще, ого-го, им нравилось. Им нравилось, сказал царь, облизывая языком брови. Вот. Это свадьба? Да, да, это свадьба. Это тебя приветствует, Петр Алексеевич. Все машины, как тебя видят, сразу говорят, о, божечки, это тот, кто прорубил окно в европейский автопром. Да, 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 я бесчувствовал мою кузину. Вот, собственно говоря, к тебе подходят, говорят, что ты классный турист и, простите, туристки, и вот за это тебе еще и платят. Вот. И мне очень понравилось. Я заработал там в первый день в три раза больше, чем с отбойным молотком на стройке. И больше я не вернулся в славное предприятие, по-моему, Атомэнергопроект оно называлось. Все, собственно говоря. Ну, конечно, потом были всякие несезоны, когда ты, здравствуйте, когда ты работаешь за 300, за 200 рублей в день на каком-то морозе, когда, знаешь, это, туристов нет, и ты видишь, что вот эти вот люди, группа пошла на работу, потом ты их с работы видишь. Ну, как бы там ни было, я очень благодарен этому этапу в своей жизни. Как ты перескочил с панели на более, так сказать, обширный уровень, где уже... С большой панели ушел в индивидуалы. Ну, вот эта история из фильма «Красотка». Тебя встретил какой-то миллионер, да? Самое обидное, что так и не случилось. Черт! Ты ждал свою Екатерину, а она не пришла. Ну, да, ну, можно... Ну, слушай, у меня все случайно, ну... Вот этот проект, который ты можешь наблюдать, вот ряженые в центре города, да, вот «Здрасте, фото, здрасте, фото» в моей жизни был года три, три, даже четыре. Еще в 2011-м, 2012-м годах я работал, я перестоял на всех этих точках, вот, в какой-то момент... В какой-то момент я ушел с какого-то... С какой-то очередной... Ну, везде это. Аврора, Стрелка, Дворцовая, Спас, там, я не знаю, Адмиралтейство, вот у Исааки, вот здесь стоял много. Вот, в какой-то момент я... А меня уволили. Уволили, потому что я как-то казну расхищал, по-моему, из-за этого. То есть ты присваивал деньги, которые тебе туристы давали? В какой-то процент. А, нет. Я работал сверхурочно, я помню, что-то такое. И еще, собственно говоря, я очень... Очень любил работать под вдохновением, если вы понимаете, о чем я. Я понимаю. Слушай, а ты... И вот меня как бы выпей как-то, ну... Я пошил себе костюм и стал работать сам на себя. А до этого я пошел работать на кораблике. У меня была замечательная должность. Зазывало. Зазывало. Что такое? Что... Как ты думаешь, чем занимается? Зазывало. Неужели ты зазывает? Неужели... У нас гениальная логика. Но сейчас не об этом. Да. Потом оказалось, что если ты зазовешь на кораблике, а еще и прочтешь экскурсию на кораблике, за это дают больше денег. Я стал зазывалу-экскурсовод. Вот. А потом оказалось, что можно в костюме Петра водить экскурсии, не обязательно на корабликах. Я стал водить экскурсии в костюме Петра. Потом Петр стал приходить на всякие банкеты, свадьбы корпоратива юбилея. Вот. Потом Петр решил, что он будет вести эти свадьбы корпоратива юбилея. Ну, собственно говоря, и... Здрасте. Замечательно выглядите. Это я тоже. Ты слышал, он сказал? Я тоже. Это я еще не голый. Не на пике формы. Зима, сами понимаете. Все, вот такая вот история. В телек тебя позвали? В телек опал случайно. Я тоже рассказывал много раз эту историю. Ничего страшного. Те 12 человек, которые посмотрят это видео, могут не знать этого. Да, им будет интересно. Слушай, в телек оповал благодаря своему Петру. Ну, я догадываюсь, что да. И сейчас я... Да. Не про трость. Слушай, ну, в каким-то... Это было уже лет так 9 назад уже. Я стоял, работал на каком-то месте. Подъехала съемочная группа канала, известного канала. Говорит, мы делаем сюжет, посвященный дню рождения Петра I. Дело было 8 июня. День рождения настоящего Петра. 9 июня. Ты же знаешь. Yes, of course. Благодаря тебе сейчас узнал об этом. Вот. И мы делаем сюжет, приуроченный к этому дню. Сюжет про ряженных в центре. С нами никто не хочет говорить, сказала мне девочка-корреспондент. Понятно, с ними никто не хочет говорить, потому что все стоят, бомбят нелегально. Платят там кому-то непонятно кому. Ну, понятно кому, но я этого не говорил. И их всех посылают, потому что никто не хочет светиться. А я с утра был уже в жанре. Если ты понимаешь, о чем я. Привет, привет. Светленькая ничего, да? Царицей сделаю. Приходи ко мне во дворец. Посажу натрон. Два раза сделаю царицей. Устаю на работе только два. Не, ну, слушай, два раза для Петра Алексеевича в его логерстве. Придорожная экология. Да, это очень даже на самом деле. У меня 348. Я тут ходил к врачу-урологу, и он меня спрашивал, ну как там вообще, там, два раза в неделю-то бывает? Я говорю, ну, да. Он говорит, так это нормально. Я говорю, а, ну... Скажи это ей. Я тоже схожу к твоему урологу. Так, понятно. Слушай, скажи, пожалуйста, ну... Ты что, я не договорил, как я попал в телевизор? Они начинают с тобой общаться, да? Да, они начинают со мной общаться, и, собственно говоря, я все им рассказываю, та-та-та-та-та-та-та. И сюжет выходит на следующий день в эфир, и меня увольняют благополучно. Потому что... Ты рассказывал какие-то карты? Да, я сказал то, про что не надо было говорить, показал те места, которые не надо было показывать. А так никто не догадывался, что все эти... Давайте раскроем эту страшную тайну. Оказывается, да, это как с нищими в метро, да? Извини за такую параллель. Да, хорошо, что мы проститутки на Дунайском. Ну да, я постарался избежать этой аллегории. То есть, естественно, как бы люди же эти... Причем, кстати, слушай, а вот по твоему... По твоим просчетам, вот, например, ну, сейчас понятно, ковид, а вот вне ковида, когда, да? Вот сколько может Петр Первый заработать? Знаешь, все зависит от того, кто работает. Ну, понятно, от точки, от всего... Ну, так, в среднем по больнице как-то. Ну, у нас даже не от точки, а от, извини, наглости. От наглости, да. Это же давно не актерство, или, я не знаю, было ли вот это вот когда-нибудь актерством, когда ты стоишь в центре и говоришь «Здрасте, фото», это торгашество. Вот там, к сожалению, к сожалению, есть принцип разводника. Это то, во что сейчас вылились вот эти ростовые куклы отвратительные, которые... Ох, боже, боже, мы произнесли это слово. Кто-то им позволяет это делать, несмотря на то, что там уже чуть ли не драки. Там была такая кипа жалоб. Да, уже драки просто были, и там чуть ли не с девочками они делают, потому что они, кстати, в основном девочкам подбирают. Слушай, отвратительно себя ведут, да, вот. Даже я себе такого не позволял. Как они работают? Я не знаю, вот, что сейчас с этими ростовыми куклами, еще, кстати, статуи вот эти, да, это вымогательство и на грани с бандитизмом, потому что там ты не хочешь платить. Вдруг выбегают какие-то коллеги этих ростовых кукол уже не в костюме коней. Козлы еще те, да. И начинают «Давай, давай, да». Как они там работают? Ты подходишь, говоришь, сколько фотографии стоят? Вот я когда работал, она стоила 100 рублей, сейчас я не знаю, сколько она стоит. Ну вот, 100 рублей, ну дайте деньги потом. Начинается шлеп, 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 шлеп. Ты протягиваешь 100 рублей, тебе говорят, со полторы тысячи было 15 фотографий. Вот это, конечно, отвратительно. Можно же сказать, что… То есть даже в этой области все-таки должна быть какая-то этика? Слушай, ну тут за этим это все индивидуально. Все индивидуально. Вот я, может, так и не скажешь, глядя на меня, хотел, чтобы человек уходил от тебя с положительным осадком. Извини за, опять же, пафос. Ты типа какой-никакое лицо. Вот с тобой встречается чувак, который первый в жизни в Петербург. Приехал из Ульяновска, из Новосибирска, из Сочи. И он уходит, вот такой вот, и тут развели. Вообще легко, можно немного больше задействовать. Там, я не знаю, как бы это ни звучало, языка. Сказать, вот. А давайте вот так, в вашу руку. А ту руку в кулак и в бок. И договор заключим. А непременно возвращение вновь сюда, на берега Невы. Это еще 100 рублей. Ничего? Да, конечно. Собственно говоря, просто ты предупреждаешь. В самый ответственный момент. Он видит. Ну как-то это можно обходить, короче, всю эту дрянь. С разведняком. Вот, собственно говоря, вот все. Я не знаю, что тебе еще интересно. Нет, сейчас, сейчас. Нет. Мне, во-первых, тебе интересно то, что ты, в отличие, опять-таки, от всех этих, ну, даже Петров и прочее, ты человек действительно самобытный. Я видел тебя в деле, да. Просто так получилось. Где мы познакомились? Где мы познакомились? А я тебе напомню. В каком деле? Да, ну понятно, что у тебя это все... Про эту сауну не рассказывать. Белый шум? Нет, это я делал проект, вел экскурсию для блогеров из Москвы, которых на кораблике везли, и мы приехали вот в этот вот комплекс строительный, жилищный, который возле Петровского. А, так это было пару лет назад. Да, да, это было давно. Плыть в Питере плыть назывался этот проект. Аня Дудни, привет. Вот. Сейчас мы, кстати, другой проект с ней делаем. И я, скажу честно, ну, я тоже как бы в теме, я и журналист, ты и главный редактор, и гид, и тра-ля-ля, и три рубля, но я был сражен. Я был сражен, насколько ты в образе, и насколько... И главное, чем я был сражен, как ты умело отбреваешь этих вот немножечко пьяненьких и порой туповатых этих вот блогер-журналисток, я не помню, кто они там были, но они что-то им говорили, а ты так вот понимаешь в своем образе, но и не обидно, но и вот так вот ты троллишь их. И это очень, на самом деле, редкое, это очень редкое свойство, особенно в нашей стране, где все это рефлексируют и сразу, чё, чё? Слушай, ну, я все-таки исхожу из того, что клиент должен быть доволен, а это люди, которые дают тебе заработать на кусок хлеба, вот, и если когда, ну, совсем не переходит грань, то пускай они будут счастливы, пускай они, пускай они всегда думают, что они на коне, и вот. А так, спасибо тебе, очень лестное выражение, ты меня прям, я немножко даже и стал влажным. А я только позитив стараюсь продуцировать. Скажи-ка, пожалуйста, вот какие-то самые яркие, ну, конечно, не скандалы, интриги, расследования, но вот какие-то корпоративы, экскурсии и прочее. У тебя же наверняка миллион всяких историй, которые ты за рюмкой чая там друзьям иногда рассказываешь. Я, слушайте, вообще, на самом деле, все они не похожи, все мои, стоят все мои заказы, не похожи друг на друга, и каждый похож. А, я не знаю, со знаком минус или со знаком плюс? Какие хочешь, давай сначала со знаком минус, а потом к знаком плюс. Я дрался в костюме Петра, хэштег от Петра, дорогие друзья, конкурс от Петра оплачивается отдельно, но я его вовремя-то сказал, хочешь, зайдем в магазин, ты не хочешь в магазин зайти? Магазин, все, нужно, пойдем зайдем в магазин, да, прикупим что-нибудь, за мной мы увидим, как Петр Первый делает это, делает это, да. Ну, а если кассирша симпатичная? То есть, а где это происходило, эта драка? Слушай, ну, это происходило вот в те годы, там, какой-то десятый, одиннадцатый, когда я работал, так сказать, сам на себя, около, в одном известном месте я проходил мимо очень известного ресторана, из этого ресторана вывалилась парочка, и потом такое началось. Здрасьте. Есть сигареты у вас? Табачок, ну, желтый. Одну, да. О, Господи. Тут же нет, Алексеич, подождите, давайте мы... Не празднуй триумф раньше времени, да? Ну, купи себе вот какой-нибудь мерзавчик, типа такого. Слушай, а по 100 грамм у них нету? А по 100 грамм нет коньяка? Вот, вон, вон он. А нету Рэми Мартин? Ну, слушайте, вы что, если я это выпью, я стану царицей? Ну, вот это, наверное, более-менее, исходя из цены. Ну, доставайте, всю ночь эту фразу слышал. Давайте. А вот сейчас я... Спасибо большое, вся казна теперь здесь. Приложусь. Царь вас не забудет. Жалую вам чин государевой винолейки. Ждите. Вас найдут. Здрасьте. Ой, чмоки-чмоки, мы чуть не врезались в другую жизнь. Да, пойдем обратно, перейдем, там просто удобнее гулять. Ой, какой у вас приятный наборчик в руках. Не завидуешь? Я веду молча, да? Вы сейчас про трость? Нет, 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 вы знаете, это у нас... А, ах, не, вы... Рекомендую. Ваша... Пашка, вернись! Набор! Набор джентльмена! Конечно, конечно. Не себя любят, Окма, во благо отечества потреблять изволю. Во благо царского двора и всех пациентов нашего заведения. Всех пациентов нашего заведения мы называем царский двор, блин. А всех санитарок фрейлинами. Хорошо, пригодилось тебе драться. А, кстати, чем закончилось-то? Ой, да чем закончилось-то? Чем... Кто победил? Вывалились два чувака, такие... О, Петр, Петр! Я говорю, да, Петр! Давай сфотографируемся! И мы что-то там начали фотографироваться-фотографироваться. Они сфотографировались. Пошли обратно в свой ресторан, где их, видимо, ждал... Хороший алкоголь. И, собственно, да, я пошел за ними, я говорю, ребята, а это 100 рублей стоит. А они мне говорят, пошел ты нахуй! А ты царь! А я как бы царь, я, может быть, пошел бы! Но я был, так сказать, уже в жанре. Я пошел не туда, а пошел за ними. И такой, один мне такой... Один мне поворачивается и начинает объяснять, что я представляю себя по жизни. И я такой думаю, ну что же, я вот взрослый мужик, там, уже 20, сухо, там, 5 лет хожу здесь, а мне говорят, что я, ну, алфавит, да, просто. И я не пошел, и он мне что-то говорит, а второй, ну, собственно говоря, членовредительством изволил за язву. Да покусился на императоре, в общем, дал мне в тыкву. А я-то... Дал мне в тыкву, и это самое. И я так хорошо дал, что я рухнул, я же, видишь. И все, я как бы очнулся, поднялся, а их уже нету, вот. И я вспомнил, что у Петра есть трость. А про это я вспоминаю и в этих случаях, и по ночам, вот. Ну и все, и что, слушай, они вышли покурить, там, буквально, мы перекинулись парой слов, и началось. Метелево, потом приехали органы правопорядка, мы с ними поздоровались. Ты видел этот видос, как там из машины выбегают, вот тоже вот эти куклы начинают кого пинать? Не видел, нет? Слушай, это... Это не постановка? Нет, нет, это абсолютно реально, пойдем дальше. Это абсолютно реально, гуляла в интернете, и до сих пор, я уверен, есть. Где-то едет какая-то, то ли газель, то ли что-то, и там выходит чувак с ним разбираться, и оттуда реально выбегает зебра, прочее, фунтик, и просто ногами его. Я не понимаю, я вот, я очень надеюсь, что, с одной стороны, я не очень хочу, чтобы там много увидел человек, а с другой стороны, хочу, чтобы много увидел человек, и кто-то там, кто за это рулик, наконец-то, просто выгнал бы эту всю тему. Ну, вот, зверей хотя бы, я уже не говорю. Ну, зверей, да, зверей бы я бы тоже выигнал. Потому что, ну, это вот сочетание тупости, наглости, и какой-то... Здрасте. Дети, привет! Учитесь хорошо в школе, а то будете работать царем. Да, на чем у нас, А, а милые случаи их, слушай, их каждый день, вот сегодня я тебя встретил, вот разве не милые случаи? Вот, слушай, я, с моей помощью делали предложение девушки. С моей помощью, что не сказал, была проведена первая брачная мелочь. Вот, есть, это все замечательно. Я залезал как-то даже на балкон через вот этот вот кран, который с люлькой колено, ну, вот это я вот, ты понял, да. Это тоже было прикольно. Что? Один раз я тонул. Тонул? В небе, я надеюсь. Ну, слушай, один из ресторанов на Крестовском острове имеет выход к воде. Да, да. Ну, вот, и мы, так сказать, с гостями торжества причаливали на катере. Этот ресторан долбанный должен мне 35 тысяч рублей, когда я работал с мямщиком. Они мне не заплатили. Как я тебя понимаю. Отведают дубинушки царя. Даже хочешь вот так. Здравствуйте. Да, ресторан. Да, и чего-то мы идем, идем после этого уже, после торжества на... Давай, предлагаю сейчас развернуться и обратно пойти, и там в конце закончим, потому что как раз в порты фетра пойдем. Да. Да. И мои кудри будут смотреться еще лучше. Да. И на спине. Вот. И, собственно говоря, и я иду, и как-то я иду, и весь такой в жанре. А-а-а, царь, царь, там меня приветствуют, здесь меня приветствуют. Тут я помахал рукой, тут я показал трость. И я такой наступаю и ухожу под воду в костюме Петра, вот в этих ботфортах, в треуголке с тростью. Вот. Все бы ничего, но там было глубоко. А я не умею плавать. А, да ты что, серьезно? Я, собственно говоря, говорю. Я думал, где, где эта разница-то с настоящим Петром Первым? Вот она, наконец-то мы ее выяснили. Я научился экстренно. В общем, это выглядело так, с одной стороны, смешно. Они говорят, вот мы идем-идем, эти потом парни, мы идем-идем, поворачиваемся, а тебя нет, и плавает треуголка. Такая, да. Вот так она плавает, и все. А я такой, знаешь, я где-то там, в царстве Посейдона, или кто там у них, морского царя. Я такой соображаю, я сейчас отпущу трость, ну, она пятнашку стоит сделать ее. Батфорты. А Батфорты, они сами тяжело, туда еще вода залилась. Я говорю, о-о-о-о, люди, люди. Я еще не доцарствовал. Я же еще не накопил на трешку в центре. Не напетрил. Я еще хочу. И как-то я вот так вот, вытянул руку, меня вытащили. Да, вытащили треуголку. А где ты там оступился? Ты оступился, что ли, или как? Слушай, там, я, в этом ресторане, вот, ты идешь, там просто трап. А, ну все, да, да. И нету ничего не огороженного. Да, я понял, ну, мазки, мазки. Да, да, в идее, да, вот, были бы мы в Штатах, можно было бы их засудить. Это да, легко и непринужденно. Ну, я ограничился кубком. Мы, алкоголики, такие неприхотливые в компенсационном смысле. Ты, я смотрю, вот такой прямо, как и Петр Первый, да, вот, любишь смотреть на представителей слабого пола. Тебе это как бы помогает или вредит? Пока, да. Да ладно, ладно, какие твои годы. Тебе это помогает или вредит, или как вот вообще твоя работа? Слушай, ну, везде нужна граница. Наверное, вот. Вообще, если мы говорим про, мне это, я не знаю, мне это помогает, ну, слушай, если бы я смотрел только на мальчиков, я не знаю, может, мне это тоже помогало бы. Может, какие-то заведения нашего города, не будем показывать пальцем, меня бы пускали бесплатно. Но там был бы не костюм Петра, и даже не заложки. Вот, вообще, ты же понимаешь, что костюм это маска? Ну, естественно, да. Ты же понимаешь? Но люди, ну, понимаешь, это такая игра. С одной стороны, мы все прекрасно понимаем, но с другой стороны, ведемся. Ведемся, да. И очень сложно, на самом деле, избавиться вот от этого, ну, то есть, что ты вот сейчас придешь домой, скинешь там, не знаю, сядешь там за ноутбук или пойдешь там яичницу сжарить. Да, вот, как бы, это все равно не укладывается в башне, хоть мы это как-то подсознательно там и понимаем. Да, представительницы прекрасного пола понимают это даже подсознательно намного меньше, чем ты. Ну, то есть, ты же понимаешь, за столько лет, что основной объем моей личной жизни происходит из... Я знакомлюсь, я, собственно говоря... И, конечно, есть момент разочарования. Момент разочарования. Конечно. Конечно, потому что ты даришь им то, что они хотят. Ну, что, это уверенный в себе мужчина, прости за нескромность, иногда остроумный, который, ну, очень многое, что делает Петр на всяких мероприятиях, я бы себе никогда не позволил. У кого биполярка? У тебя биполярка. Да нет, они догадались. Догадались, дурак? И ты вот это вот все, вот это какая-то элегантная нахрапистость, вот это вот все эти комплименты, да. Талантность, да, может быть. От которой, от которой на самом наше время очень мало. Да, ну, вообще, я очень люблю женщин, хоть я и давно в шоу-бизнесе, но не так глубоко, да, чтобы не любить женщин. И, собственно, я очень люблю все, что с ними связано, я очень люблю их энергетику, я очень люблю все их штучки, ну, вот мне нравится, да. И я часто с ними знакомлюсь. И в итоге бывает так, что они действительно открывают для себя шага. Ну, конечно, Петр, вот ты вышел, это же специфика работы, да, ты вышел, вот перед тобой там 40 человек, какой-то корпоратив, банкет, я не знаю, экскурсионная группа. Зачем им нужен сомневающийся царь? Ну, зачем? Он такой, извините, ну, вы сами давайте, не хотите, да. Тебе прикольно взять их, да, и дарить им, причинить им добро, собственно говоря, да. И на это ведутся, да, но потом ты снимаешь это все, и ты подвержен всему тому, чему подвержен обычный человек. Ну, где-то нерешительности, где-то сомнениям, где-то это самое, где-то это. Вот, и она говорит, а где? А где? Ну, видишь, я же не должен здесь извиняться. Но, скажем прямо, я этим долго пользовался. Как ты видишь, ну, я не знаю, может быть, хрен знает. Как ты видишь себя через 10 лет? Ну, через 10 лет это такой, знаешь, вопрос журналистки со второго курса журфака, но ты же понимаешь, что, ну, извини, пожалуйста, за такую параллель, она грубая, но это вот как путь стриптизера, допустим, да, то есть ты там в топах, в топах, в топах, но потом в какой-то, на каком-то этапе своей жизни ты понимаешь, что ты просто ездишь по шестому. Все мои женщины спрашивают у меня это. Да? Да. Я, как чувствую, я стану той женщиной в итоге. Сдерживай себя. Хэштег уймели беда. Вот. Я не нашел ответ на этот вопрос. А может, и нахер, и может, и не надо его сказать? Я не нашел ответ на этот вопрос, мне так прикольно. Я понимаю всю эту тему, я понимаю, что, а, время быстротечно, б, человек с этим ничего не может сделать, ц, нужно наполнять время каким-то качественным содержанием, а не количественным, да, особенно, когда скоро будут юбки. Вот. Ну, я все это понимаю, но, видишь, если я кому-то, я не нашел ответ на этот вопрос, если я кому-то из-за того, что я не нашел ответ на этот вопрос, сделаю плохо, ну, наверное, только себе. Вот. Но мне так кайфово от того, что происходит в моей жизни последние 12-13 лет. Так это же главное. Это главное. Вот. Я вообще, мне грех жаловаться. Я имею в жизни счастье, слава богу, зарабатывать на кусок хлеба, на крышу над головой, делая то, что мне приносит удовольствие. Вот. И я настолько вот кайфую, несмотря на всякие там неудачи, промахи, падения, там, вот вообще все равно все, что происходит в моей жизни, вот, с момента, когда я надел первый вот этот, первый раз этот костюм, это все весьма себе уместно. Укладывается в емкую фразу «наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях». Как ты выработал в себе такую органичную петровскую подачу, да, что ты вот можешь реально любой предмет осветить вот его фразеологией? Сделось я же, стекуляция царю не мила, такую видал я у шведа-шпиона, ответственно, не швед ли ты часом и не замечен ли в сношениях со шведами? Со шведами! Божечки, Петр Алексеевич, вот про это я и говорю. Когда это к тебе пришло? Ну, опыт, наверное. Опыт. Ну, ты же все-таки, наверное, тренировал, может быть? Ничего не тренировал. Ничего не тренировал. Ничего не тренировал. Ты выходишь, ты надеваешь, ну, это же ничего не тренировал. Ты надеваешь костюмы. Просто вот эта штука, она диктует, да? Да. Ну, ты помнишь фильм с Джимом Керри начала 90-х? Да, да, Маска, Маска. Это вот абсолютно тоже самое. Слушай, это очень крутая вещь. Я тебе больше скажу, вот если мы с тобой откровенно говорим, да? Мы только так. А мы только так, да? Подержи трость. Жутко. Тебе мелочь, а мне будет чем заняться всю ночь. Если мы с тобой говорим откровенно, да? Эта тема лечит. Ну, то есть, вот, например, в какие-то периоды у тебя там нет заказов, нет ничего та-та-та-та-та-та. Конечно, есть тема, что вот... Это уже немножко другая тема, да, по поводу... Ну, в общем, другая тема. Вот есть какая-то сумма, мне меньше которой я не пойду, да? Потому что, ну, это не надо никому. Ни им, ни мне, ни никому не надо. Вот. Но если мы берем, когда вот у тебя ничего нету... Да, бывало такое, что ты просто надеваешь костюм, выходишь в центр города, гуляешь, здороваешься. Ну, когда тебе уже там вообще какой-то депрессняк, да? Все, вечером приходишь и зашибись. Это просто мега-мега финалочка нашего сегодняшнего променада. Я на самом деле думал, что мы будем идти, а я буду, ну, как обычно это делать с гостями, еще какие-то ставки свои делать. Нет, я подумал, что нафиг. Настолько колоритный, самодостаточный и позитивный персонаж, что, вот, я потом отдельно вам это все расскажу. Значит, ну, во-первых, я помещу, естественно, все контакты Петра Алексеевича там внизу. Если вам надо не задешево, но настоящего, неподменного Петра, обращайтесь. Есть список услуг, попробуй. Да, да. От меня сейчас тоже будет пара анонсов. Пришла весна, гид встал со сна. Вовсю гуляем и по дворам, и по площадям, и по набережным, и по улицам, и где мы только не ходим. Следите за анонсами в группе ВКонтакте и на сайте, ссылки на которые будут указаны внизу. Если вы планируете приехать на майские праздники в Петербург, то будьте уверены, что в один из дней вы совершенно точно попадете на мой пеший тур, потому что они будут идти каждый день. На этой неделе еду в Москву. Будет пять экскурсий, и когда я в следующий раз поеду в столицу, скажу честно, не знаю. Поэтому не упустите свой шанс. Также постараюсь захватить с собой книжки, которые, по желанию, можно будет приобрести после. Ну, либо эти книги можно приобрести в интернете. У меня на сайте в Москве и в Петербурге, кстати, можно еще самовывозом есть два адреса. Ну, а на этом все, друзья мои. Фотографируйтесь с правильными Петрами, с настоящими ростовых кукол в жопу. Под хвост. Под хвост. С вами был гид Павел Перец, и наш прекраснейший, самый лучший на планете Земля Петр Первый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok